После отказа Навальному в регистрации в разы увеличились голоса людей в пользу бойкота. То, о чем я говорил еще 2 и 3 месяца назад, теперь то там, то тут читаю очередные статьи достаточно умных образованных людей, которые стали теперь тоже говорить о том, что единственным шансом на так называемых выборах в 2018 году может быть акция бойкота путинских выборов. Что такое выборы? Давайте подумаем о самой процедуре. Некто, правительство, президент или в данном случае его предвыборный комитет желает, чтобы люди в массовом количестве пришли в определенные пункты, школы или какие-то организации и поставили свою галочку, отдав свои паспортные данные в пользу одного или другого кандидата. То есть они хотят, чтобы вы играли по их правилам. Поэтому, когда человек бойкотирует выборы, он туда не идет. Первое, что он заявляет, я не желаю делать то, что вы мне предписываете. Вы не даете мне права выбора. На этих выборах нет кандидата, за которого я бы мог с чистой совестью проголосовать. Значит, я не буду никуда ходить и не буду участвовать в этом балагане. Если об этом подумают много тысяч человек, то это будет уже реальная проблема. Давайте создадим им такие условия, чтобы они были вынуждены в массовом количестве фальсифицировать эти бумажки, создавать карусели, бегать в панике, отчитываться и говорить, что, извините, наши предвыборные участки пусты. Да, конечно, они чего-нибудь придумают, но это им будет сделать сложно. В момент выборов можно сделать очень многое. Выборщики могут голосовать не только галочками, они могут голосовать ногами. Если они вообще не приходят на участки, и это произошло в массовом количестве по всей стране, выборы нельзя считать состоявшимися и, соответственно, передачу власти легитимной. Когда-то Борис Немцов предлагал идти на выборы, но портить бюллетени. Этим, кстати, вы их не напугаете, потому что им, поймите правильно, не нужен результат. Они его уже заранее знают и уже заранее известно, сколько будет процентов. 72. Вот эта цифра входит давно в информационном пространстве. Значит, им не важно, куда вы поставите свою галку и вообще испортите ли вы бюллетень. Им важно, чтобы вы пришли. Им необходима ваша активность. Именно поэтому они выпускают такую клоунессу, как Собчак или вот сейчас Грудинина, или даже Явлинский, несмотря на весь свой интеллект и правильную позицию, что самое главное говорят все три кандидата. Они говорят одно – придите. Придите и проголосуйте. Не голосуйте за Владимира Путина. Голосуйте за меня. Но самое главное – придите. Ведь послушайте, что прямым текстом говорит Собчак. Я не борюсь за власть. Я не собираюсь быть президентом. Я просто хочу, чтобы вы пришли и поставили свой голос против всех. Понимая всю глупость этой акции, она умоляет вас об одном – придите на участки. То же самое, к сожалению, делает Явлинский. Он говорит также – да, сейчас есть возможность сместить Владимира Путина, понимая, что он наберет на этих выборах еще меньше, чем когда бы то ни было, что все равно президентом будет Владимир Путин. Значит, вы должны делать противоположное. Вы должны не ходить. Также здесь еще есть такой этический момент. Самому Владимиру Путину хочется верить, что народ его любит, что народ ему рукоплещет. И представьте себе настроение человека, если ему принесут результаты так называемых выборов, где будет стоять 70-80% за него, и в то же время в больших крупных городах массовые многотысячные митинги, скандирующие «Путин долой» или «надоел» или еще что-то в этом роде. И это, по крайней мере, испортит ему настроение на ближайшие месяцы, когда он будет понимать, что в стране существует сила, не готовая играть по его сценарию. Ну и третий очень важный момент, я называю его моментом чистоплотности. Если вы не хотите участвовать в этом дерьме в прямом смысле, чтобы не испачкаться, не испачкать рук, не испачкать своей совести, вы можете сказать «Я в этом не участвовал». Я это не поддерживал, я не ходил, не ставил никаких номинальных галочек, меня они не заставили. Даже под угрозой увольнения с работы, несмотря на то, что все вокруг шли и как бараны голосовали, лично я в этом не принимал участия. И что самое главное нужно еще заметить, я по своему типу политических взглядов больше всего, конечно, симпатизировал бы Григорию Явлинскому и до сих пор считаю его одним из самых здравомыслящих людей, имеющих реальную программу, не такую недоделанную программу, как у Навального, а реальную программу, способную вывести страну из кризиса. Но в данной ситуации поведение Григория Явлинского, как и тем более поведение Ксении Собчак, я считаю самым настоящим предательством. Если их допустили к выборам, к фейковым выборам, а они прекрасно понимают, что эти выборы фейковые, и продолжают в них участвовать, значит, они предатели. Значит, эти люди не способны в момент, очень важный момент в стране, объединиться с другими оппозиционными силами для того, чтобы массово противостоять очередной внезаконной легитимизации Путина. Я считаю, что Григорий Явлинский, если бы он действительно болел за страну, или Ксения Собчак, если бы она действительно была оппозиционным политиком, в данном случае они должны наступить на горло своей собственной песни, понимая, что что бы они ни говорили, какими бы замечательными словами они не умощали массы, какие бы прекрасные программы они ни писали, все равно победит Владимир Путин. Значит, участие в этом балагане только помогает этому балагану состояться. И, к сожалению, я недавно слышал выступление Владимира Рыжкова, который сидел на конгрессе этой партии «Яблоко», и теперь он изо всех сил кричит, «Конечно, нужно участвовать! Вы что? Вы что? Бойкот бессмысленно! Необходимо сходить!» Люди, очнитесь, нет никаких выборов. Если вы призываете все равно идти на участки, у меня такое ощущение, что вы призываете заниматься каким-то эксбицианизмом. То есть разденьтесь, покажите, побегайте, но смысла в этом никакого нету. Даже если вы духовно оголитесь, даже что бы вы ни делали, вы все равно на этих выборах не победите. Тогда возникает вопрос, почему же вы это делаете? Почему вы, в конце концов, не объединитесь со всеми остальными силами, которые находятся за пределами страны, и которые призывают в один голос эти выборы байкотировать? Конечно, байкот не должен быть на диване. Байкот, если у вас есть реальная гражданская позиция, должен быть на улицах. Он должен быть ощутимым. Власть должна видеть, что народ байкотирует активно, что народ готов выбирать, но не тех, кого ему предлагают. Народ выходит на площади, народ выходит на улицы своих городов и всем своим видом показывает, что выборы фиктивные, выборы ненастоящие. Мы голосуем ногами. Мы против этой нелегитимной власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова